МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом году, например, выработали больше 5 миллионов тонн дистоплива – рекордный уровень, но большая его часть уходит в соседние страны. Предельные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 увеличиваются на 11% до 205 тенге за литр. Стоимость летнего дизельного топлива в объеме до 100 литров в сутки теперь 295 тенге – рост на 20%. Депутаты предлагают компенсировать казахстанцам часть трат на дорогое топливо. Среди предложений – адресные выплаты на коммунальные услуги, так как тарифы на них вырастут в первую очередь. Чтобы скачок цен не отразился на предстоящей посевной, сельхозпроизводители по-прежнему будут обеспечивать льготной соляркой. Ее стоимость на 15-20% ниже рыночной. Эксперты прогнозируют, это не последнее повышение цены бензина дистоплива, а вот стоимость автогаза в Казахстане пока повышать не планируют. Мы столкнемся с дефицитом того же дистоплива в объеме 850 тысяч тонн по текущему году. Получается, что наше дешевое топливо работает не на наши национальные интересы. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ мы должны сократить разницу в ценах с соседними странами. Повышение цен на топливо больно ударит по малообеспеченным гражданам, сельхозпроизводителям, малому и среднему бизнесу. Необходимо ввести фиксированные тарифы для предприятий, которые производят социально значимые товары. Это продукты питания, лекарства, одежда и обувь. В Ставропольском крае разрабатывают российскую лактулозу. Она незаменима для микрофлуры кишечника. Это пребиотик номер один, и сейчас его завозят только из-за рубежа. Эксперименты биологические перешли в стадию гастрономических. Ставропольские ученые открывают для себя новые вкусы – йогурта с натуральными добавками. На молочном комбинате синтезируют отечественную лактулозу. Это искусственное вещество для микрофлуры кишечника. Создают из лактозы – углевода молока. Пребиотик активно применяется и в медицине. Продукты, обогащенные лактулозой, сегодня выпускают около 50 молочных комбинатов страны. Искусственный углевод добавляют в медпрепараты для лечения дисбактериоза кишечника, сальмонеллеза, в БАДы и спортивное питание. Своего производства вещества никогда не было. Ежегодно из-за границы завозят около 3000 тонн. Первый йогурт и сироп с отечественной лактулозой на прилавках могут появиться уже в следующем году. Промышленные же масштабы полезного вещества обещают наладить к 2025 году. Особенно важно организовать в России именно для фармпромышленности, для вообще здорового питания населения, для оздоровления питания населения. Особенно для тех групп, которые вынуждены принимать антибиотики или другие какие-то токсины, которые потом печени надо выводить из организма. Во Франции усиленно чистят реку Сено, которая станет центром масштабного мероприятия. На Олимпиаде в 2024 году в Париже на Сене запланированы соревнования по плаванию. Однако купание в этой реке под запретом его ввели еще 100 лет назад. Вода в Сене считается опасной для здоровья из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. Это объясняется устройством канализации. Во время ливней неочищенные стоки попадают прямо в русло. До Олимпийских игр остался год, поэтому очистка реки усилилась. На это власти выделили больше полумиллиарда долларов. Запланировано открытие не менее 20 пляжей. Мэрия Парижа надеется отменить запрет на купание для всех желающих к 2025 году. Сейчас в стадии реализации находится огромный водосборный бассейн емкостью 50 тысяч кубометров под Парижем. Этот проект направлен на хранение дождевой воды, поскольку после каждого ливня вода из канализации переливается в реку через плотины. Это вызывает бактериальное загрязнение сены. После прекращения дождя накопившуюся воду будут перекачивать насосом на станцию очистки. На самом деле Париж – это город огней, романтики, красивых пейзажей, а река Сена является его центральной частью. Так что возможность плавать здесь, я думаю, побудит многие другие города инвестировать в инфраструктуру, инвестировать в проекты по очистке своих рек и иметь возможность открыть их для своих жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова